Всем привет, народ! Сегодняшняя тема будет о количестве содержания калия в моём аквариуме. Как вам известно, тестов на калий у меня нет. Ну, я попробовал рассчитать это, так как я брал удобрение с сайта, где там, как сказать, ну, в общем, рассчитан общий объём внесения этого удобрения, допустим, на 10 литров воды. Исходя из этого, я и посчитал приблизительно содержание калия в моём аквариуме. Ну, и также всегда заходят новые зрители. Для них я специально в самом конце ролика буду оставлять информацию об обслуживании аквариума, ну, и обо всём остальном. Так что постоянные зрители не смотрите до конца ролика. Ну, а все, кто пришёл, новый зритель, может сразу топать в самый конец ролика. Там есть кое-какая информация для вас об аквариуме. А, ну, а теперь по калию. Я решил подсчитать, сколько вносил, но когда я подсчитал, ясно стало, что калий в воде всё-таки присутствует. И, допустим, в аквариумах с небольшим содержанием растений в аквариуме, в принципе, этого калия хватает. Ну, а так как у меня он сильно заросший, сами видите, необходимо поднять содержание калия в аквариуме. Ну, а так как бы тут мнение, что переизбыток калия тоже приводит к катастрофическим результатам, я лично поднимал потихоньку, ну, и что получилось, то и получилось. И вроде получилось сейчас хорошо. И вот я пытаюсь высчитать среднее содержание калия в моём аквариуме. В моём, допустим, водопроводной воде, я посмотрел интернет, содержание калия предельно допустимая, концентрация 20. 20 миллиграмм на литр. Ну, во всех городах свои обстоятельства, вода везде, естественно, разная. Для своего аквариума я взял концентрацию 10 миллиграмм на литр водопроводной води. Вода у нас вроде неплохая. Сразу скажу, все эти показатели будут пол лаптя влево, пол лаптя вправо. То есть приблизительно, но усредниться можно. И посчитав вот эти удобрения, которые я вношу, у меня получилось, что я к тому калию, который у меня есть в водопроводной воде, внося своё удобрение в определённом количестве, я поднимаю содержание калия на 3 миллиграмма на литр. Ну, то есть примерно содержание в моём аквариуме калия будет равняться от 10 до 15 миллиграмм на литр. Вот этого я и буду придерживаться. То есть если вам надо будет как-то определяться с калием, всегда имейте в виду, что, допустим, калий в вашей воде присутствует, ну, грубо говоря, в пределах 10 миллиграмм на литр, может 5. И вот вы, исходя из этого, вливая это удобрение, вы к этим 10 плюсуете именно ту концентрацию, которую вы вносите. И ещё хочу дать рекомендации для тех, кто пытается рассчитать внесение дозы удобрений. Когда даются, допустим, такие параметры, как на 10 литров воды поднимает то или иное количество внесения удобрений, именно на 10 литров воды даются эти рекомендации. Как вам известно, я делал удобрения на аммиачной селитре. И делал я их долго, в течение двух или трёх недель, ну, в общем, где-то месяц ушло, как то да сё. И я, когда делал удобрения, я проводил замеры на 5-литровые, на 10-литровые и на 20-литровые в ёмкостях, внося удобрения свои новые вот в эти объёмы. У меня там сразу вышел казус. Когда я замерил, внёс это же удобрение на 5 литров и приплюсовал вроде как 2 получится на 10 литров, то у меня совсем другие показатели показали. Когда я взял 20-литровую ёмкость, налил, и внёс как будто бы 1 кубик плюс 1 кубик, допустим, плюс ещё 2 кубика, и будет как будто бы для 20-литровой ёмкости, если я отталкивался от 5-литровой, то разница охрененная, скажем так. Это всё неправильно считают. Обычно рекомендуют, допустим, если сдать на 10, а берёте на 100, вам надо увеличивать. Нет, ребята, это ошибка. Надо, наоборот, внося первое удобрение, исходя 10 литров умножить на 10, и у вас якобы получится на 100 литров. Лучше вносите удобрение в 2 раза меньше, а не больше ни в коем разе. Потому что потом я уже отказался от этих, как говорится, приёма на 10 литров, а стал испытывать, уже пришлось на своих аквариумах, на 100 литров воды я рассчитывал. Ну, в общем, это рекомендации мои. Конечно, ваши обстоятельства могут быть совсем другими. Но то, что я говорю, я делал лично сам. И делал именно с замерами. Ну и всё, потому что я решил сделать ролик, в аквариуме вроде бы всё хорошо, и я всё-таки решил просчитать, попытаться именно по калию, потому что у меня затых был именно в калии, в несении удобрения. Так, ну и всё тут, кажется. Дальше будет информация для тех, кто впервые зашёл на канал. Аквариум 200 литров. Размер, длина 100, высота 50, глубина 40. Чистый объём воды 170 литров. Грунт, аргелит, он же горелик, объём грунта 15 литров. Свет светодиодный 0,5 ватт на литр 6500 кельвинов. Обслуживание аквариума 3 раза в неделю, понедельник, среда, пятница. Подмена воды 10%, внесение удобрений, калий, нитраты, фосфаты во время обслуживания. Свет включается в 13 часов, выключается в 19 часов. Аквариум для растений, рыб мало. Сифонка грунта проводится раз в 4 месяца, много креветок. Вода, общая жёсткость 6, карбонатная 4. Нитраты 10-20 мг на литр, фосфаты 0,5 мг на литр, внесение калия, по обстоятельствам, смотрю по растениям, тестов на калий нет, как говорится, на глазок. Фильтрация помпа-барбус 8 ватт, губка мелкая или крупнопористая, по обстоятельствам. Благодарю за внимание, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова